Это озеро Парк Октябрьский. Даже сейчас в дождливую погоду здесь есть те люди, которые пришли сюда покупаться. Хотя этот пляж не санкционирован. В минувшие выходные здесь утонул человек. Он зашел в воду, несмотря на звуковое предупреждение и запрещающие знаки. С начала лета в Красноярском крае утонули 40 человек. 10 из них – дети. Все эти люди стали жертвами диких пляжей, то есть не оборудованных для купания мест. Таких много и в Красноярске. Горожане, желающие окунуться в прохладную воду во время жары, забывают, что делать это можно только в разрешенных местах. Даже если инфраструктура берега говорит об обратном. На Иоригинской набережной вроде бы все предусмотрено для пляжа. И песочек есть, и места, где полежать имеются. Даже есть место для пляжного волейбола. Однако это место не получило положительное садопедемиологическое заключение. Поэтому купаться здесь запрещено. На несанкционированных водоемах могут быть сильные течения, а на дне опасные предметы. Бревна, арматуры и другие неприятные сюрпризы. Поэтому в МЧС настоятельно просят купаться только в отведенных для этого местах. При купании даже на официальном пляже соблюдайте простые правила безопасности, которые спасут жизнь вам и вашим детям. Не заходите в воду после употребления алкоголя. Детей без присмотра оставлять нельзя, даже на короткое время. В регионе по состоянию на утро 17 июля действует 12 пляжей. Из них один в черте Красноярска на острове Татышеве. Он общедоступный и бесплатный. Для отдыха на воде выбирайте именно его. Все пляжи в крае стоят на учете в Государственной инспекции по маломерным судам. Разрешение на допуск отдыхающих к водным процедурам на территории пляжа выдается только при выполнении всех необходимых требований. В Красноярске такой пляж один единственный. На Татышев. Он находится на западной стороне острова около Октябрьского моста. Перед тем, как открыть пляж, мы его готовим. То есть убираемся здесь, делаем замеры воды, почвы, чтобы специалисты приняли решение, можно ли, безопасно ли здесь купаться. Также обустраиваем всю необходимую инфраструктуру. Это туалеты, раздевалки. Также есть для удобства детская площадка и пляжный волейбол. Пляж на острове Татышев прошел все проверки от Роспотребнадзора. Это означает, что здесь можно и нужно купаться. На месте работают спасатели, которые в случае чрезвычайной ситуации смогут оперативно среагировать и спасти тонущего человека. Но если вы увидели, что человек тонет, а поблизости нет спасателей, например, на несанкционированном пляже, у вас есть примерно 30 секунд, чтобы подплыть к тонущему и начать вытаскивать его на сушу. Самое главное правило – это снять обувь и футболку обязательно, потому что тонущий человек будет хвататься за любую соломинку, чтобы выжить. Собственно, он схватится за вашу футболку, а в оба ее просто не сможете плыть. Сам процесс спасания человека, грубо говоря, своими силами – это нужно под человека поднырнуть, развернуть его за ноги, спиной к себе, взять его вот так под грудь, под мышки и на спине уже плыть к берегу. Умение плавать на спине – вообще полезный навык, говорят спасатели. И не только при спасении утопающего. В критической ситуации, когда до берега далеко, а силы на исходе, можно перевернуться на спину и отдохнуть. А если вы не умеете плавать – поберегите себя и не заходите на глубину. Полина Куварзина, Сергей Кашин, Новости ТВК.